Итак, три листники, для того, чтобы напомнить, как мы пойдем, я попрошу вас мысленно провести две горизонтальные линии на своем теле. Одну по уровню сосков, вторую по уровню пупка. Две вертикальные линии, именно через соски, одну и вторую. В результате получается девять участков. И лепестки этого цветка, их три цветка, и в каждом по три лепестка располагаются таким образом. Первый лепесток начинается от правой груди и правой лопатки. И правым плечевым суставом мы можем его ограничить. В дальнейшей работе, кстати, вы можете включать в первый, третий, седьмой и девятый лепесток, там, где наши руки и ноги находятся, всю руку, либо всю ногу. Если есть необходимость проработать что-то конкретно дополнительное еще в этой конечности. А сейчас мы ограничиваемся плечевым суставчиком. Итак, первый лепесток от правого соска вверх и вправо. Передняя поверхность лепестка со стороны спины, задняя поверхность, все, что находится между ними, будем изнутри согревать, создавая там образ тепла. Второй лепесток, соответственно, от основания грудины вверх, впереди это ограничивается носоглоткой, а сзади ограничивается основанием черепа. То есть немножко неравномерный он, в силу того, чтобы мы не затрагиваем в этой работе область головного мозга. Третий лепесточек это от левого соска вверх и влево. Передняя его поверхность, задняя лопатка. Четвертый лепесток это левый бок, насквозь. Пятый лепесток это наше тело в центре, насквозь. Шестой лепесток это правый бочок. Седьмой лепесток расположен от промежности вправо вверх, он включает пах, ягодицу. Вот все, что попадает туда, особо даже и не вспоминайте, что там находится. Центральный лепесток от промежности до уровня пупка, восьмой, это восьмой лепесточек. Девятый лепесток, соответственно, находится слева, симметрично седьмому. И вот так мы с вами пойдем. Первый лепесток, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. И обратно. Девятый, восьмой, седьмой, шестой, пятый, четвертый, третий, второй, первый. Пойдем, наполняя изнутри светом, теплом, покалыванием, затем прохладой и покалыванием. Начинаем, еще раз напоминаю, начинаем в образе молодости работать и в состоянии октавы. Прикройте, пожалуйста, глаза, занимая удобную, комфортную позу, сохраняя комфортную, я подчеркиваю, осанку. Проверьте, не сжат ли челюсти, расслабьте лицо. Все, спокойное дыхание, внимание на дыхание, несколько спокойных вдохов и выдохов. Мысленно переносясь куда-то на природу в красивое, приятное для вас место. И настраиваясь на приятную работу с собой. Мысленно подставляя область первого лепестка, правая грудь, правая лопаточка, все, что между ними, подставляя источнику тепла солнцу. Изнутри наполняя, создавая образ тепло и покалыванием, может быть цветовое ощущение, цветовой образ у вас возникнет. Изнутри наполняя первый лепесточек и все, что там находится. Перенося внимание в область второго лепестка, от основания грудины до носоглотки, до основания черепа, заднего поверхности, поднимается. Сердечку благодарность, сердце обхожу, мысленно скажите. И наполняем мысленно теплом, приятным весенним чистым покалыванием и светом, может быть и светом. Переходим в третий лепесток, от левой груди вверх и влево. Наполняем третий лепесточек. Просто прочувствуйте его, ощутите изнутри этот участок и наполните мысленно теплом и покалыванием. Опустите внимание в область левого бока, это четвертый лепесток. И все, что там находится, изнутри мысленно прогрейте, наполните покалыванием, чистотой. Представьте, что от вашего внимания, и это действительно так, ваш созидающий взор сейчас исполненный любви и вдохновения, он способен творить чудеса. Ваше внимание в области пятого лепестка, центрального. И от вашего внимания, просто само по себе внимания, уже организм испытывает громадное облегчение саморегуляции. Уже ему проще, легче. Переносим внимание в область правого бока, наполняя правый бочок теплом, покалыванием. Опускаемся вниз к седьмому лепестку, правый пах, ягодицы, тазобедренный сустав и все, что попадает. Как бы очищая светом своего внимания, очищая. От промежности вверх, перемещаясь в восьмой лепесток, от промежности до уровня пупочка. Весь, всю эту область, весь этот участок наполняя чистотой, светом, легкостью, покалыванием и теплом. Перемещая внимание в область девятого лепестка, левые ягодицы, тазобедренный сустав, пах. И наполняем этот лепесточек весной, теплой весной. Обратно идем чуть быстрее. Идем, перетекаем. Нету четких границ у этих лепестков. Образ перетекания из девятого лепестка в восьмой, выше промежности. Из восьмого в седьмой, правый, тазобедренный. Из седьмого в шестой, правый, бочок. Внимание и образ тепла. Из шестого в пятый, центральный лепесток. Из пятого в четвертый, левый бочок. Вверх поднимаемся. Левая грудь, левая лопатка. Центральный лепесток, от основания грудины вверх. И правая грудь, правая лопатка, первый лепесток. Сейчас тепло с благодарностью отпустите, создавая образ рассеивания тепла. И в области первого лепестка прохлада. Какую-то свою ассоциацию подключите. То, что вам больше нравится. Весенняя чистая ключевая вода, покалывание и прохлада. Первый лепесток омывая, очищая, пробуждая каждую клеточку. Перенося внимание в область второго лепестка. Прохлада, покалывание, чистота. Третий лепесточек. Левая грудь, лопатка. Четвертый, левый бочок. Пятый лепесток, центральный. Шестой лепесток, правый бочок. Наполняем прохладой, покалыванием, весенней чистотой. Опускаемся к седьмому лепестку. Правый тазобедренный, правая ягодица. Восьмой лепесток. От промежности вверх до пупка. Сзади крестцом ограничивается. Вот весь этот объем. Девятый лепесток. Левая ягодица, тазобедренный пах. И обратно идем. Тоже образ перетекания, прохлада, покалывание, чистота. Девятый лепесточек. Восьмой лепесточек. Нижний ряд лепестков. Седьмой к правому тазобедренному. Вверх, правый бочок. Центральный, пятый. Левый бочок. Вверх поднимаемся. Верхний уровень лепестков. Левая грудь лопатка. Центральный лепесток. И правая грудь лопатка. Вот сейчас прохладу, пожалуйста, отпустите, создавая образ рассеивания прохлады. И несколько секунд. Попробуйте одновременно прочувствовать все эти лепестки. С ощущением чистоты в них, лёгкости. Браво. Молодцы. Не спеша, мысленно возвращаясь. Из фантазии в реальность, подтягиваясь, делая вдох. Руки, ноги, тело как струночку натянули. Говорим шикарное мяу или мур. Открываем глаза. Замёрз. Замёрз. Ощущение прохлады хорошо создал Николай. Да.